Во-первых, вас с победой поздравляем. Ну и первый вопрос, традиционный, мнение по матчу. Ну, мнение по матчу, я думаю, что начало мы, в принципе, неплохо начали, оказывали давление на защиту Балтики, заработали пенальти, не реализовали. Ну, я думаю, еще после этого, в некоторое время, в принципе, довольно-таки нормально играли, но потом Балтика, я думаю, перехватила инициативу. Мы немного в тактическом плане неправильно перестраивались, и Балтика создавала численное преимущество в зоне инсайдов и пыталась скрыть нашу оборону. Не могу сказать, что какие-то там большие моменты создали, но давление создавалось на наши ворота. Во втором тайме мы перестроились, да, немного подняли игроков, попытались, опять же, бороться за инициативу, не отдавать, да, Балтике. И считаю, во втором тайме, в принципе, это получилось, да, мы отодвинули игру от своих ворот, и она больше такая в середине поля велась, да, что нами, что калининградцами. Ну, в концовке путем замен, да, получилось забить гол. Ну, вот забили вы единственное мяч в самой концовке, тем не менее, такое впечатление сложилось и в конце первого тайма, и, наверное, минут 15 второго тайма, что функционально ваши ребята подсели. Ну, это сейчас модно говорить, что чайка функционально не готова, да, это, я знаю, что на это многие соперники очень сильно акцентируют внимание, это видно, так скажу, да, да, определенные просчеты мною допущены в подготовке, да, мы пытаемся это исправлять, эти нюансы. Понятно, что игра на игре, будь там пару-тройку недельных циклов, мы бы давно эту ситуацию выправили, здесь не удается нам в тренировочном процессе совершить этот определенный маневр, но за счет каких-то небольших, можно сказать, таких тренировочных дней, я думаю, мы уже немного выправляем эту ситуацию, и сегодняшняя игра, в принципе, да, мы не так просели, просто в предыдущих играх, учитывая то, что у нас много было дисквалифицированных, мы не могли со скамейки как-то влиять на это, сейчас у нас есть определенная обойма, и поэтому мы как-то освежаем игру. Если не ошибаюсь, то на выезде в текущем первенстве вы не потерпели ни одного поражения, в чем секрет успешной игры в гостях? Ну, есть определенные, да, мысли, я не могу сказать, что мы готовимся на домашние игры по одному, к выездным по-другому, да, к каждому сопернику подходим, да, по-особому, наверное, я думаю, здесь связано немного с психологией, потому что, когда мы играем дома при своих болельщиках, футболисты, я думаю, в первых турах, особенно, когда были игры неплохие, не забивая, немного мы перегорали. Ну, и второй момент, я считаю, что все равно у нас команда, она строится, столько людей поменять в межсезонье, но она не может с первого тура стать командой, вам яркий пример, те же самые Крылья Совета, которые тоже спотыкались, спотыкались, сейчас набрали ход, не надо далеко ходить, вы помните в прошлом году свою команду, которая тоже тяжело начинала, потому что была новая команда, для всего в этой жизни, в том числе в футболе, нужно определенное время, чтобы что-то начало получаться. У вас был неудачный старт, теперь ваша команда потянулась к группе лидеров, какие цели у «Чайки» в этом сезоне? Цели, вы знаете, почему-то на нас начали такое внимание оказывать и специалисты, в первую очередь, да, и в прессах, что «Чайка» ставит такие задачи, как выход в премьер-лигу, у нас нет задачи выхода в премьер-лигу, они президентам не поставлены, президентам поставлена задача сделать команду, чтобы эта команда в каждой игре боролась, по возможности набирала очки, как можно выше забиралась по турнирной таблице, а потом мы посмотрим в конце этого текущего года, что делать дальше. Глобальные задачи у меня подписаны на три года, контракт долгосрочный, и за эти три года президентам поставлена мне задача сформировать команду, и чтобы за три года эта команда была в премьер-лиге. Но в этом году нету, хотя все почему-то об этом говорят. Мы еще не готовы для того, чтобы выходить в премьер-лигу. Мы только начинаем, у нас глубина состава начинает появляться. Вы же видели в предыдущих играх, у нас 3-4 человека на скамейке находилось. Как мы можем аргументить? У нас только в первая игра, когда появился номинальный правый защитник, у нас были позиции, в которых мы очень сильно проседали, входя в этот чемпионат. Президент знает, селекционный отдел знает, мы ведем в этом направлении работу. Туда еще нам, конечно же, нужно как минимум 2-3 позиции укрепить, чтобы у нас был определенный баланс на этих позициях.